В Саранске прошел первый в истории республики всероссийский рейтинговый турнир по дартсу Кубок Финна Угрии. В турнире приняли участие около 50 дартсменов из Москвы, Пензы, Нижнего Новгорода, Мордовии и Челябинской области. Медали разыгрывались в личном первенстве и в парном разряде. Дартс это игра друзей, это игра с друзьями и дартс это игра, чтобы приобрести новых друзей. Это девиз такого вида спорта, как дартс. Данные соревнования, это первое соревнование в нашем городе, в нашей республике, такого уровня. Приехало много гостей, были сложности, чтобы организовать, но мы старались данные соревнования, чтобы провести, не судить нас строго. Здесь очень хорошее место для проведения, лыжно-биатлонный центр. Здесь достаточно много места, просторные залы, условия достаточно комфортные для игроков. Я считаю, что это отличная база и для проведения уже соревнований в будущем. Думаю, это здорово. Для турнира подобного уровня состав участников на соревнованиях в Саранске подобрался достаточно приличный. Больше десятка мастеров спорта, а также один мастер-международник. Участник чемпионатов Европы и Кубков планеты, победитель мирового первенства в командном зачете, москвич Александр Шевель. Он начал заниматься дартсом уже в зрелом возрасте и за 9 лет смог проделать путь от дартсмена-любителя до профессионала. Тренировался и готовился к турнирам сам, поскольку тренеров высокого уровня, поэтому виду спорта в нашей стране почти нет. Количество членов Федерации Дартс России, оно уступает, наверное, иногда некоторым, ну, не самым главным турнирам, которые проводятся там в Финляндии или где-то еще. То есть само количество занимающихся, оно очень маленькое. Нету, соответственно, из-за этого спонсорской поддержки и плюс нету методик обучения спортсменам. То есть это все, в общем-то, мешает нашему развитию и развиваемся мы сейчас, наверное, скорее вопреки, чем благодаря. В настоящее время дартс достаточно стремительно распространяется по всей нашей стране. География становится обширнее, и Саранск этому наглядный пример. Позитивная тенденция в общей популяризации дартса пока не успела повлиять на профессиональную составляющую. Общее количество дартсменов, которые могут реально конкурировать на международной арене, невелико. Те, кто пробивается на высокий уровень, в основном спортсмены-самоучки. Нужно понять базовую технику дартсу, упорно долго тренироваться по несколько часов в день и тренироваться именно правильно. Потому что люди, когда у них нет тренера, часто очень тренируются, к сожалению, неправильно и становятся только хуже. Я дротик первый раз взял в руки в 38 лет, мне сейчас 47. Да, тренера у меня тоже не было. Ну вот до чего добрался, до того добрался. То есть моя задача не выигрывать каждый конкретный турнир, а научиться играть в дартс как можно более хорошо, независимо от конкретного результата. Я пытаюсь вот идти таким путем. В рамках соревнований в Саранске проходило три турнира. Для сильнейших это кубок финно-угрии, для тех, кто не смог пробиться в 1-8 финала – утешительный кубок дружбы. Еще один старт был проведен в дисциплине «Американский крикет». Это состязание на призы лыжно-биатлонного центра. В самой престижной категории участники соревновались в классической дисциплине 501. Участникам нужно было довести свой счет до нуля и закончить лэг удвоением. Лучшим у мужчин стал главный фаворит мастер спорта международного класса из Москвы Александр Шевель, который в финале со счетом 6-5 победил Максима Антонова из Нижегородской области. В парном разряде кубка финно-угрии «Золот» также на счету Шевеля. Он победил в дуэте со своим земляком Николаем Фроловым. Помимо наград и призовых, участники главного турнира получили рейтинговые очки за счет общероссийской классификации Федерации Дартса.